сегодня я снова отправляюсь путешествие конечно вам интересно куда чуть позже вы узнаете куда я еду а точнее и лечу спасибо большое спасибо прекрасный полет для развития туризма дорогие телезрители что необходимо правильно логистика комфортабельные самолеты вот такие вот как этот l410 самолет только что прибыли взамен наш полет составлял 30 минут всего ничего на автомобиле это считает 4 часа а за 30 минут я в новом аэропорту и сейчас я вам покажу и расскажу как же здесь все происходит прекрасный а самое главное безопасный полет друзья ташкент за вами только что прилетели мне очень все понравилось и я сейчас стою у самолета и с около командира правильно экипажа алексей алексей как настроение у вас отличное настроение полет прошел спокойно безопасно алексей в пусть приятно с вами познакомиться скажите пожалуйста про самолет l410 ну целевозный самолет многодвигательный 19 мест выполнять на короткие маршруты в основном он перевозит он также подозначен для пассажирских перевозок и санавиации производства чехия самолет 2023 года то есть этот новенький самолет супер а вы apple бы я так понимаю что вы экспат да все верно с россии с россии супер а как вас пригласили ну пригласили появились для компании узбекистан аэрвэй самолет и нас пригласили сюда для выполнения учебы личного состава соответственно граждан узбекистана прекрасно можно спросить и ну личный вопрос какой у вас стаж у меня 12 лет 12 лет это получается сколько на воздухе выправе провели времени три с половиной тысячи часов три с половиной тысячи времени на небе друзья красота а какие еще направления только ташкент азамин ну пока ташкент за амин но далее будет рассматриваться все остальные маршруты это за рашан шахризаб самарканд бухара все будут масса россия до планируется у нашей компании разбить ветку дальнейшем очень часто говорят то что алексей вот такие вот самолеты мини маленькие самолеты попадают зону турбулентности и шатают то может быть не в зону турбулентности но часто шатают я сейчас этого не заметил друзья нет но сейчас было поле спокойно погода и сейчас не болтала бывает да потому что на год зависит от погоды зависит от болтанок термических прогревания земли все остальное классные слова еще бы их понимать чтобы что они значат друзья если вы знаете пишите в комментарии спасибо большое алексей хорошего дня всего доброго 1 сентября 2023 года аэропорт за амин принял своих первых пассажиров к строительству объекта авиакомпании приступила 27 июля аэропортовый комплекс оснащен асфальтный взлетно-посадочной полосой длиной в 1200 метров стоянкой для двух воздушных судов диспетчерской башни и непосредственно аэровокзальным зданием в котором размещены на земле аэропорт за аэропортовый комплекс оснащенifs в частности в healed ваше тело сайты второе площадь-диво все время на него еще есть небольшое Продолжение следует... Продолжение следует... Они сидят, могут здесь выпить кофе, чашку чая и довольствоваться красотой вот этого терминала. Ну, в современном мире мы живем. Скажите, пожалуйста, в аэропорту есть бесплатный Wi-Fi? Вот что интересно нашим телезрителям? Конечно же. Есть. Конечно же, имеется. Бесплатный Wi-Fi, тогда подключите меня срочно. Еще что есть? Без проблем. Расскажите. Есть скидки для детей. Так, это что за скидки? Скидки от 2 лет до 12 лет мы даем билеты в размере 20% скидкой. Супер. А младенцам до 2 лет мы даем скидку 90% на билеты. 90%? 90%. А аэропорт близко находится к центру? Расскажите. К центру? К горам, к центру. Замин чем славится? Замин славится природой. Самой главной природой. Так как мы называем Узбекистан, маленькая Швейцария, это наш городок Замин. Славится, вот недавно построили канатную дорогу, развесной стеклянный мост. Прекрасно. Это очень даже повлияло на нашу также деятельность аэропорта. Часто туристов очень увеличилось. До сегодняшнего дня были проведены больше 205 рейсов. Уже? Уже. С сентября месяца 2023 года уже больше 205 рейсов. По назначениям там Бухара, Самарканд были проведены рейсы. Из них часто туристов составляет 45%, больше 700. Хочу отметить, что аэропорт работает не только для туристов, но и для местных жителей. Это не имеет значения? Не имеет значения. То есть это и студенты могут тоже так же летать в Ташкент, учился и прилетел, также фермеры, также врачи могут полететь там, получить квалификацию и вернуться. То есть для местных жителей так же работает комфортабельно данный аэропорт. Хочу отметить, что даже студентам есть 50% скидка. У вас, по-моему, всем есть скидки, а телеведущим нет скидок? Сделаем. Спасибо большое. Спасибо. Тимуракия, скажите, пожалуйста, знаю то, что аэропорт работает только в внутренние рейсы, да? Международных рейсов нет? Нет, пока что нет, но рассчитываем. А у вас есть в планах? В планах есть, конечно. Но сейчас таможенного контроля нет? Таможенного контроля пока что нет. То есть это все проходится в столице, в Ташкенте начинается? Если кто-то в Самарканде, то в Самарканде начинается, а здесь уже прилетают и свободно уже перемещаются? Свободно перемещаются, без таможенного контроля. Прекрасно. Ну что ж, друзья, добро пожаловать. Спасибо вам большое. Доброго дня вам, спасибо большое. Напомним, Заамин обладает неповторимой природой, богатыми рекреационными ресурсами, уникальной особенности национальной заповедной зоны. Делают Заамин идеальным местом для активного туризма, а также для отдыха санаторного типа. Открытие воздушного сообщения окажут стимулирующее воздействие на развитие туризма и бизнеса региона. Вау, уже чувствуется, чувствуется, чувствуется свежий воздух Замина. Друзья, мы в аэропорту Замина, до центральной части Замина. Всего ничего, 5 минут, но мне центр не нужен. Я прилетел посмотреть на легендарные горы Замина. Там это немножко дальше получается, и время занимает около часа. Поэтому я вызвал такси, и оно уже приехало. Вот! Заамин! Это очень интересное место для любителей природных путешествий. Природная красота этого места не оставляет вас равнодушным. Горный воздух настолько прозрачный и чистый, что порой с непривычки кружится голова. Зааминское водохранилище окружено фантастическим ландшафтом. Известниковой полупустыни, в которой устойчивые ветра и сезонные водные потоки выточили сказочные лабиринты. Фантастический ландшафт, друзья! Заамин покоряет своей красотой! Мы в Замине, друзья! За мной водохранилище Замин, а пейзаж просто-просто прекрасный! Друзья, у меня такое ощущение, как будто бы мы сейчас в пустыне Бархана. Обратите внимание, как красиво здесь! И это только начало Замина, друзья! Оставайтесь с нами! Все самое интересное, фантастическое только впереди! Безумная красота, друзья! Я нахожусь сейчас на высоте более чем 2000 метров над уровнем моря. Друзья, мы прибыли в заповедник Замина. Здесь дикая природа соприкасается с новой инфраструктурой туризма, то есть с отелями, пансионатами. Друзья, я готов вам сейчас все-все показать. Оставайтесь с нами! Да, кстати, здесь леса из ели. Мы знаем, как ель влияет на здоровье. Добро пожаловать! Добро пожаловать! Официально чистый воздух без пыли, насыщенный ароматами хвои и первозданный пейзаж в высокогорье. Главное богатство региона в Замине появился всесезонный курорт. Плата Суфа 2400 и туристический комплекс Урик-Лисой. Какая здесь великолепная атмосфера, друзья! Погода просто замечательная! Я в Замине нахожусь на высоте 2400 метров над уровнем моря. Именно здесь, Суфа, отсюда и начинаются красоты Замина. Друзья, здесь также имеется прозрачный, легендарный прозрачный мост, канатная дорога, пятизвездочные отели, пансионаты, туристические зоны. И сейчас, дорогие телезрители, мы готовы вам все это продемонстрировать, показать. Оставайтесь с нами! Все самое интересное только впереди! Добро пожаловать! Плата Суфа. Расположенная среди гор Заамина, также весьма популярна. Именно здесь возведен международный всесезонный курорт Плата Суфа 2400. И туристический комплекс Урик-Лисой. Данная работа осуществлена в рамках исполнения указа президента Республики Узбекистан о мерах по созданию туристского рекреационной зоны Заамин и международный всесезонного курорта от 6 апреля 2021 года. В соответствии указам, принятым в целях эффективного использования имеющегося туристического потенциала горных районов, создания благоприятных условий для субъектов предпринимательства, строительства международных всесезонных курортов, гостиничных комплексов, культурно-оздоровительных, торгово-развлекательных объектов и иных объектов туристской инфраструктуры, эффективного использования имеющихся ресурсов и создания дополнительных рабочих мест. Создана туристская рекреационная зона Заамин. Одним словом, строящаяся на уровне международных стандартов крупная туристическая рекреационная зона ощутимо повысит туристический потенциал Заамина. На территории туристской рекреационной зоны Заамин, созданной при Кабинете Министров, находится 950 гектаров земли, расположены три гостиницы категории «Три звезды», канатная дорога длиной 2200 метров, построены оздоровительные центры со всеми необходимыми условиями, подвесной мозлиной 305 метров и высотой 150 метров, ресторан на 140 мест, кафе и дом бракосочетаний. Кроме того, в этом году ведутся работы по строительству амфитеатра, двухзвездочного отеля на 1200 мест, рестораны и шале. Эти шале предназначены для семейного отдыха, и их планируется завершить в ближайшее время. В целях обеспечения безопасности отдыхающих на территории организована деятельность службы МЧС и туристической полиции. До этого периода посещение плато-суфа туристами наблюдалось редко, но после произошедших здесь перемен и изменений, их поток значительно увеличился. Отдыхающие приезжают в Заамин в основном за оздоровлением, чистым воздухом и красивой природой. Известно, что регион славится своими арчевыми лесами. Раньше средств размещения для отдыхающих не хватало, а существующие объекты были только сезонными. После завершения строительных работ здесь улучшатся условия для туристов и значительно повысится качество обслуживания. В настоящее время с открытием одного подвесного моста создано более 50 рабочих мест, а также более 100 рабочих мест в новых гостиницах. Это играет важную роль в обеспечении занятости молодежи местного населения, что считается наиболее актуальным вопросом на сегодняшний день. Друзья, я в восторге! В восторге! Не ожидал, что будет так атмосферно, так красиво! А самое главное, как здесь свежо! Мы в Замине! Друзья, хотите узнать, где я сейчас? Очень интересное и эксклюзивное место. И это место сейчас набирает свои обороты. То есть это очень знаменитое и легендарное место. Оставайтесь с нами, узнаете! Я пришел немножко согреться, попробовать ароматного кофе, ну и, конечно, провести хорошо время. Вау! Моя любимая рубрика! Вау, какая красота! Дорогие телезрители, я заказывал салат-микс и, правда, миксовали здесь от души. И я сейчас заказал еще себе блюдо от шеф-повара. Фирменное блюдо. Это запеченное мясо. О, какая красота! Спасибо большое! Вот так вот встречает на Замине, друзья. Добро пожаловать и буду пробовать. Я не буду это все накладывать тебе отдельно в тарелки. Сейчас прям возьму целую тарелочку салата-микс. Какая красота! Здесь салат-айсберг, руккола, черри, помидоры. Также вижу сыр фитак. Совсем приятного аппетита! То, что нужно! А теперь главное блюдо. Блюдо от шеф-повара данного ресторана. Говяжьи медальоны также вижу. Сыр плавленый, это так круто, друзья. Базилик. О, есть аромат, есть, есть, есть. Прекрасно. Я вижу здесь еще хлебцы. Я понял, как это нужно делать. Вилки, ложки убираем, прочим. Делаем все руками, по-домашнему. Как я люблю, друзья. Вот, вот, вот. Смотрите, берем хлебцы, как я правильно понял. Здесь же берем этот целый медальон. Посмотрите, какая красота. Лучок, лучок, конечно. Ну и данный немного сыра. Такой микс-бургер получается, друзья. Обожаю свою работу. Добро пожаловать. Насыщенный, друзья, вкусный, прекрасный день в Замине я провожу. Я даже не понял, как наступил вечер. Что нужно? Главное, что нужно туристу. Все верно. Заселиться в отель. Я приехал это сделать. Заселиться в один из крутейших отелей комплекса «Заамин». Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте. Давай, пожалуй, в гостиницу. Спасибо большое. Как настроение? Хорошо. Так, как я могу? Ассельбек. Очень приятно. Меня зовут Азиз. Фуристическая передача «Добро пожаловать». Знаете, Ассельбек, вы, наверное, первый человек, который проживает именно в Замине. Правильно? Вы местный житель? Да. Супер. Дайте поделиться впечатлениями. Просто бомбический день. Я провожу. Я не ожидал, правда. Я не ожидал от Заминов вот таких вот впечатлений. Поэтому я сразу хочу сказать, что я не бронировал. Есть ли номера? Есть. Какой вам нужен номер? У нас есть три категории номеров. Странат, полюлюкс и люкс. Ну, дорогие телезрители знают меня. Я всегда выбираю только лучшие номера. И сегодня я в данном отеле остановлюсь в люкс-номере. Это люкс-номер опять ваш. Сейчас. Все покажу. О-о-о, красиво, уютно. Классно. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну что ж, дорогие мои, я в люксе. Обратите внимание, как здесь уютно, просторно. Я нахожусь, видимо, это гостиная. Там у нас получается, тут у нас получается святая святых, друзья. И это спальня. Спасибо. 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 У вас же есть бассейн и сауна и спа. Но не в этом корпусе. Не внутри. А снаружи отдельный комплекс. Понимаете? Поняли? Вот какая фишка, друзья. Имеете ввиду. Знаете об этом. Асальвик, вы очень честны. Мы подошли к фитнесу. Так мы готовы посмотреть? Да. Пойдемте. Посмотрим. Здесь у нас фитнес-зал. Здесь вы можете потренироваться. Ну фитнес не такой большой, но все есть. Здесь он компактный. Беговые дорожки. Вижу джим, фитнес. Здесь даже есть эти гири большие. И вот такой вот крутой, наверное, тренажер. Он, наверное, на все. На все, да. Прекрасно. Теперь мы двигаемся дальше. Идем в следующий корпус. В следующий корпус. И там новый отель. Да. Нет ночевки, нет туриста. Эта непреложенная истина требует от любого туристского региона или центра с амбициями на развитие, изыскывать и направлять немалый объем ресурсов и инвестиций на строительство новых и реконструкцию существующих как малых, так и крупных гостиничных комплексов. Строительство гостиниц, как правило, выделяют в отдельный вид строительной индустрии. Я знаю то, что вот для 3 звезды, я знаю то, что у вас американский бренд. Для этого как-то обучали персонал? Да, к нам приезжали прямо из Америки. Прямо из этой франшизы к нам приезжали, обучали. Были у нас тренинги, все показывали, как надо делать. Мы как сотрудники фронт-офиса, ресепшен, обучали нас по этому стандарту и по системе. Как надо работать, как надо все записывать, как надо встречать гостей по бренду, как надо разговаривать. И этому всему нас обучали, да. Вот вы сказали, что вы работаете на ресепшене, правильно? А вот для 3 звезды какие еще позиции необходимы? Необходимые позиции – это хаускипинг. Ага. Это те, кто… Без которых точно не справится отель. Да, хаускипинг есть, у нас есть отдел инженеринга, у нас есть кухня, там повара, стюарды есть, есть также официанты, без них никак. Сколько человек работает у вас в одной гостинице? В одной гостинице как минимум 50 сотрудников. Да, 50 сотрудников. И из них есть ли жители Замина, вот жители ближайших пунктов? Да. То есть городом может быть… Смотрите… Это же не все экспаты? Да. У нас во всех трех гостиницах персонал из 150 сотрудников плюс-минус. Из них 100 человек местные, которые здесь живут и здесь работают. А, то есть получается 80% – это все местные жители. Да. Здесь на пятом этаже у нас люксовые номера. Так. Сейчас я вам покажу. Это… Интересно, интересно, интересно. Ой. Подождите, а этот люкс-номер такой же, как мой? Да. То есть в другом отеле? Да. Да, у нас… Вы меня привели в одинаковые номера. Я правда подумал, что будет немножко другое. Нет. У нас единственное отличие – это вид с балкона. Остальное все одинаковое. Для людей с ограниченными возможностями есть ли для них какие-либо номера, условия? Вот об этом тоже расскажите. Да. У нас есть во всех гостиницах по одному номеру для людей с ограниченными возможностями, со всеми удобствами. Да, есть для них условия. То есть вы предоставляете кресло-каталку? Кресло-каталки. У вас есть определенные заезды, то есть это все… Да, это все. И номера специально для них обусловлены. По стандарту в трехзвездочном гостинице как минимум один номер должен быть для людей с ограниченными возможностями. И у вас один номер есть. В каждом отеле. В каждом отеле. Наш первый день в Замине подошел к концу. Но мы сможем с раннего утра наслаждаться новым днем и прекрасным видом природы. Xinäus. Круто, чтобы дорогое коля. Героятный ущербahrад. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова